Сегодня день, международный день защиты детей и, как правило, обращают внимание на то, какие проблемы существуют. Но мы немножко решили отойти от привычного понимания этого праздника и решили, наоборот, сделать детям подарок в этот день, потому что важно, чтобы у детей вот сегодня и сейчас было хорошее настроение. Я рисую цветок и имя пытаюсь. Я рисовала лягушку, там мой ученочек, они вместе играют. Основное внимание в праздник уделяется проблемам детей из неблагополучных семей. Оставить яркие рисунки на асфальте пришли не только дети с родителями, но и воспитанники центра при католической церкви. Всем детям нужна защита, и права их как-то ущемляются, и это в руках все взрослых. Поэтому для детей, конечно, сегодняшний день это такой момент попраздновать, порадоваться, а для взрослых это как призыв, чтобы все-таки задуматься. В центр приходят дети, чьи родители не могут уделять им достаточно внимания. Десятилетняя Снежана не по годам взрослая и рассудительная. Воспитанники центра даже в шутку называют ее мамой. Больше всего я люблю свою семью, я люблю Оренбург, в котором я живу, и все, что окружает меня. Подобные мероприятия музей ЗО организует ежегодно, и на конкурсе рисунков на асфальте сотрудники музея решили не останавливаться. Защищать малышей от неприятностей, по задумке организаторов, будет талисман около колокольчик. Сделать игрушку детям помогали взрослые. Нужно сегодня отдать, найти время, наверное, так правильнее сказать, чтобы детям побольше времени уделить. День защиты детей активно поддерживали в странах социалистическим путем развития. 1 июня отмечали речами и дискуссиями о правах и благополучии детей. Проводили показы детских художественных фильмов. Подобный праздник, Всемирный день ребенка, отмечается 20 ноября. Наталья Громаковская, Иван Леведев, городской телеканал ЮТВ.